что хотя бы раз может позвонить да 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 что если мужчина в сутки можно найти время совершенно время совершенно верно совершенно верно знаете что я хочу чтобы вы понимали для мужчины дело это дело работа или карьера и научная диссертация это смысл его жизни это смысл его жизни на на том этапе на том этапе в котором сегодня развивается ваши отношения он не может бросить или размениваться мало того очень многие вещи такие как мужчина я вам скажу страшную правду жизни что даже если мужчина любит даже если мужчина любит и если у него какое-то очень важное дело он себя от этой любви охлаждает страшно и на это есть свои причины и на это есть свои причины которые заложены в мужском мужской психологии мужском сознании на это есть свои причины почему мужчина охлаждает себя от любви об этом я даю знание своим вебинарщикам чтобы женщины понимали именно процесс мужского так скажем и процесс его развития как личности как мужчины это все подробно я описываю через вебинар каких мужчин мы выбираем и почему этот вебинар нужно знать его посещать потому что мои возможности группируйтесь между женщинами получайте эти знания да и приходите на эти вебинары для того чтобы для себя открыть очень важные знания понимание как мужчина себя ведет в той или иной ситуации как реагировать потому что если мы правильно реагируем если мы правильно себя ведем в тех или иных отношениях уверяю вас ваш осознанный подход к взаимоотношениям даст вам путевку в жизнь ведь смотрите если вы в профессии состоялись вы состоялись почему не потому что вы каким-то образом изучали свой предмет так скажем просто как-то там я не знаю методом проб и ошибок да вы будете так долго его изучать вы взяли получили образование да получили необходимые знания вы сделали себя из себя профессионалы теперь вы можете профессионально ответить на те или иные вопросы это говорит о том что вам гарантирован успех в вашем профессиональном предприятии правильно то же самое здесь если вы изучаете предмет взаимоотношения и любви вы совершенно естественным образом идете к тем отношениям которые принять при принесут вам радость и любовь и вы никогда не сделаете ошибку в тех или иных отношениях мало того я хочу еще сказать очень важно понимать что есть процесс формирования отношений потому что через процесс формирования отношений растут оба и мужчина и женщина как вам это нравится конечно конечно но вы знаете что галина вы правы что нужно менять себя совершенно верно но вместе с этим нужно знать что есть отношения потому что из опыта знаю очень многие женщины меняют себя меняют мы знаем что сколько бы женщина не совершенствовалась как бы она хороша не была собой какой бы личностью она не стала она может быть очень уважаемые очень успешные очень великолепной личностью во всех отношениях и как профессионал и как человек но взаимоотношения у нее не будут складываться по какой причине кто мне скажет кто 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 знает по какой причине у этой женщины не могут сложиться отношения не складываются отношения по какой причине есть на портале сегодня кто может ответить на этот вопрос не 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 умеет строить их правильно мужчина разбегаются почему знаете я хочу сказать что совершенно правильный ответ что женщина не умеет строить отношения не умеет и пока она не стремится научиться что есть взаимоотношения она всегда будет в положении хорошая добрая умная красивая но до сих пор одна да хорошо давайте мы продолжим почему почему у женщины не удается отсутствие знаний как мы заметили отсутствие знаний отсутствие вообще понимания что есть любовь и отношения потому что в обществе оказывается нет этих знаний мы должны принять этот факт что на сегодняшний день отсутствует институт взаимоотношений и любви есть институт семьи есть институт матери и ребенка есть все что угодно отсутствует институт любви и взаимоотношений потому что любовь и взаимоотношения по большому счету нужно изучать и нужно понимать Не так, что любовь она или есть, вот она дана, и вот, пожалуйста, делай с ней что хочешь, и, как правило, женщина современная делает с ней что хочет, и мужчина в том числе. Да, коснемся мужчин. Я хочу сейчас кинуть камушек в их огород. Почему мужчина на сегодняшний день не... Почему мужчина на сегодняшний день так независим от женщины? Почему? Я не раз, не раз упоминаю о том, что мужчина на сегодняшний день в состоянии себя обеспечить сам. Мало того, сексуальные отношения, которыми он стремится, они ему доступны. То есть мы, женщины, милые мои женщины, мы сделали все для того, чтобы мужчина был свободен от нас же. Ему незачем напрягаться, ему незачем прилагать усилия. Да, 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 да. Разве плохо, что он независим? А это разве плохо, что он независим? А разве хорошо, что он, так скажем, становится потребителем? Потому что отношения – это труд. Отношения – это труд. Зачем мужчине напрягаться, если вот он взял, красавчик пришел, увидел, значит, как женщина вся, значит, обмякла и все, он победил и ушел. И ему следующую подавая. То есть мужчина в отношениях потребитель, он от женщины потребляет ее любовь и ее эмоциональный интерес. Сексуальные отношения женщина сегодня считает, да, я доступна, но если не я, то другая. Правильно? Она же думает, что ее, так скажем, вариант сейчас уйдет и все. А она до этого уже целый год не было никаких отношений. Так что, и женщина кидается в объятия каждому, кто обратил на нее внимание. Это большая ошибка, большая ошибка. Именно поэтому я призываю женщин понимать и осознавать тот путь, который она проживает в собственной жизни. Очень часто я слышу от женщин, ну что такое, почему все выпадает на женскую долю. Отвечу на этот вопрос, да, хотя, может быть, кто-то скажет, почему же на женскую долю выпадает то, что женщина должна знать, как строить отношения и знать их развитие. Почему на женскую долю выпадает этот вопрос? Очень часто женщины жалуются. Но почему мы это, мы все должны все это делать? Ничего, ничего, Галина. Галина, вы можете, знаете, вы мне отвечайте, пожалуйста. Я знаю, что вы знаете. Я хочу, чтобы попробовали себя силы те, кто не имеет этих знаний. Мужчинам это не дано свыше. Интересная версия. Это интересная версия. Может, потому что источники заложены нам поддерживать огонь. Да, 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 все верно. Нам поддерживать огонь. Потому что мужчины не умеют строить отношения. Совершенно верно. Совершенно верно. Мужчины, по большому счету, в этом вообще не разбираются. В большинстве своем. В большинстве своем. В большинстве своем. То есть они понимают. Они понимают. Они ленивые? Нет. Нет. Сейчас я хочу вам дать еще один секрет. Сейчас я вам еще хочу открыть один секрет. Так, открыть вам этот секрет или не открыть вам этот секрет? Сейчас дайте я подумаю. Извините, что я таким образом отношусь к вам. Не подумайте, что я с пренебрежением отношусь к вам, как к своей аудитории. Не подумайте. Дело в том, что есть информация. Ну ладно. Вы меня убедили. Вы меня уговорили. Только для вас. Скажу вам страшную тайну. На вопрос, почему мужчина не способен строить отношения и изучать этот предмет. Почему? Да. Потому что женщина в эмоциональном и, скажем, психологическом смысле, она, ее психика способна конструировать, изобретать. Помните о том, что мы, женщины, умеем двигаться в трех-четырех параллельных одновременно. Мы думаем о том, как у нас бизнес, думаем, как карьера, думаем, как наши дети, что приготовить на ужин и это. И все это в одной динамике, в одном направлении. Правильно? Сколько у нас multiple tasks, это называется, множественные, задачные, значит, способности мы решаем одновременно. Мужчина так не может. Мужчина так не может. Мужчина так не умеет. Ему так не дано. Мужчина по своей, так скажем, конструкции психологической реагирует на то, что создает женщина. А? Ха-ха-ха. Как вам нравится? Мужчина, он всего лишь реагирует. Как вы можете его научить взаимоотношения? Радуйтесь, девушки, что мы, женщины, являемся модераторами отношений. Радуйтесь. И нам на сегодняшний день по развитию человечества, эволюции даны знания для того, чтобы мы изменили, качественно изменили свою жизнь в отношениях с мужчиной. И создавали любовь, которая греет всех. Потому что я хочу заметить, что еще каких-то сто лет назад женщина была отчасти в рабских условиях. Гениально. Спасибо. Женщина жила в рабских условиях. Она являлась, так скажем, такой частью мужчины. Она была частью мужчины. Она не была, как мы сегодня взяли на себя право выбора. Это потрясающие возможности для нас, для женщин сегодня открываются. Потрясающие возможности. Так это они живут в иллюзиях, что хозяева жизни. Кто? Мужчины? Мужчины? Нет. Вы знаете, что речь идет не о том, кто хозяин жизни. Речь идет не о том, кто хозяин жизни. Речь идет о любви. Речь идет о любви. Понимаете? И нам исторически на сегодня на нас, на женскую, скажем, работу, еще одну, так скажем, функцию на нас выпадает создавать любовь. Формировать любовь. И нести, вести наши отношения в течение жизни. Потому что мужчине свойственно то любить, то любит, то разлюбил. То любит опять, то опять разлюбил. То опять у него откуда-то поднялось вот это его волнение и чувственность, то опять он разлюбил. Чем отличается женщина, совершенно кардинально отличается от него женщина. Потому что женщина, как мы уже знаем, у нее множественная способность решать несколько задач одновременно. 5, 6, 7 задач она решает одновременно относительно взаимоотношений с мужем, с ребенком, с коллегами, с подружками, с сестрой, с мамой, там, 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 там. Она везде. Она везде. Мужчина так не умеет. Ему так не дано. Это не значит, что он менее гениальный. Он гениален в другом. Мужчина гениален в другом. Его гениальности нельзя перечислить. Просто невозможно в том отрезке времени, что мы сегодня с вами проходим. Этому я посвящаю вебинар «Кто они такие мужчины?». Нам нужно знать их гениальность и нам нужно поддерживать их гениальность. Потому что, если мы знаем, как это делать, то тогда вы всегда, как женщина, будете... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok